Вот оно, долгожданное событие. Манипулятор трактора освобождает проезжую часть деревянного моста, который соединяет город Сельцо с деревней Сельцо и Брянским районом. Спустя 20 дней обследований и укреплений переправа вновь в действии. Олег, скажите, вот сегодня после трех недель мост открыли. Мы все просто счастливы. Потому что каждому жителю Сельцо это жизненная артерия. Кто-то на работу, кто-то за водой, кто-то здесь родственники, кто-то что-то. То есть спасибо большой администрации, что наконец-то так быстро все решили. Без затяжек. Большой поводок весной вынудил власти закрыть переправу. Воды было столько, что уровень реки скрывал мостовые перила. И когда в один прекрасный момент вода начала падать, мы увидели, что часть пролета там сзади, которая, передний пролет, немножко он поднят над водой. И сразу забили тревогу все. В том числе и я. Доложил Симоненко Николаю Кирилловичу, замгубернатора, о ситуации. Доложил генералу Уваркину. Когда это пришло, вода ушла, мы увидели, что один блок, который сейчас находится на мосту, держит мост, как бы придерживает, он попал под передний пролет моста. Такое было течение, что блок упал под мост. И когда начала вода падать, уровень воды падает, возникла реальная угроза, что мост просто сломается. То есть рухнет вниз. И благодаря оперативным действиям администрации и МЧС по Брянской области, я звонил Владиму Андреевичу лично, приехали две машины-спасатели с ядравликой. Мы этот блок убрали. И мост сел на свое место. Перед Пасхой власти на короткое время мост открыли. Но чтобы исключить аварийные ситуации, было решено провести экспертизу мостового сооружения на его безопасность. Мост мы закрыли примерно две недели назад. Создали сразу же комиссию на следующий день. Приехал подрядчик, приехали с Аутадора. Указали нам ряд моментов, на которые стоит обратить внимание. Четыре дня наши ребята работали. Убрали все полностью. Значит, большая проблема именно была найти экспертную организацию, которая бы осуществила техническое заключение, экспертная моста. Нашлась организация, которая сделала экспертное заключение. Это БГИТА Егорушкин. Приехали специалисты, сделали заключение. Мы сделали все, что могли. Предписание. То есть ничего страшного действительно не было. Я даже хочу вам сказать одну вещь. Когда зашел сюда кран на пролет, на первый, кран весил около 28 тонн. И начал опускать плиты в Десну, чтобы уменьшить напор воды под первый пролет. Мост как стоял, так и остался стоять. Сегодня Сельцовский мост через Десну работает в обычном режиме. Переправа доступна для пешеходов, велосипедистов и автотранспорта грузоподъемностью до 2,5 тонн. В планах на 2024-2025 годы начать строительство нового железобетонного моста. Алексей Есипенко, Алексей Рязанцев, Брянский район.